привет бывало же такое что сидишь в фл много пишешь и создаешь целую гору дэмок часть из которых действительно неплохие или наоборот открываешь и филку смотришь в нее какое-то время пытаешься что-то придумать она сходу не идет и закрываешь ее и открываешь танки как я его не пробил зелененьким же горела и в итоге в обоих случаях готовых битов нет мотивация тает а тильт черта близкая потому что когда нет положительного подкрепления какой-то деятельности наш мозг говорит бро это какая-то хрень давай не будем этим заниматься а в этом видео я дам вам 5 простых рецептов которые лично мне помогают с этим справиться а в конце видео дам тысячепроцентный способ словить вдохновение и что-то написать так что смотри до конца ну и ставь лайк этому видосу потому что он тебе точно поможет а для меня твой лайк создаст положительное подкрепление создание следующих видео так что мы оба выигрыша жмак и палец вверх и мы погнали к первому шагу который ну прям супер очевидный но проговорить его необходимо не обязательно всегда делать супер актуальное музло если вышел новый сниппет егора крида то это не значит что нужно бросать все и делать на него 5 ты и если ты заходишь в чат яндекс музыки там на первом месте все тот же что и месяц назад это не значит что нужно срочно переориентироваться на house биты например в моей группе битов с прямой бочкой не больше 3 короче новинки топчарт однозначно стоит слушать но только для того чтобы найти того артиста который тебя зацепит и в чьих битах тебе самому захочется разобраться вот на это конечно тайпов однозначно стоит поделать но если ты хочешь получить какой-то охвата ты можешь писать тайпы на дядю джиа ну хотя бы в названии указывай артистов с похожим звуком но с чуть большим хайпом сказал даже дядя джиа и он не будет день короче скажу как блиновская прислушайся к себе и найди тот тайп который тебе интересен даже если он идет на перекор тренда потому что тренды у нас как правило в голове но если ты уже в тельте этот способ может оказаться для тебя не рабочим потому что его нужно начинать с какого-то креатива вот второй способ в этом случае уже будет точно в те это просто повторить копейка в копейку бит по туториалу с youtube а чё так можно было что ли причем максимально точно насколько это возможно мне этот способ помогает если я хочу разобраться в каком-то тайпе но просто перебить чей-то трек не получается что то такое у меня было когда я готовился к видосу по love music у я перебивал биты из подборки с love music и у меня получался просто трэп поэтому я просто вбил в поиск love music tutorials 1 страница взял пару видосов где мне понравился результат и сделал по ним бит максимально близкий к оригиналу из видоса это очень помогло мне разобраться в жанре если у тебя возник вопрос почему максимально близко это же плагиат а я хочу проявить свою творческую натуру то я на него отвечу просто делай по тутору и не а если серьезно то следование тутору это стопроцентный путь к результату а результат это стопроцентный путь к тому чтобы создать положительное подкрепление деятельности а это свою очередь раздует в тебе гаснущий огонек творчества это типа как ходить костылями чтобы потом без них бегать как тебе по кайфу а если ты будешь отклоняться от тутора то это снова может завести тебя в тубик и у тебя появится просто еще одна недобитая демка а уровень мотивации еще чуть-чуть снизится она тебе надо так что выбирай прикольный тутор по стилю который тебе интересен и делай максимально близко ты точно получишь кайф от результата и возможно будешь получать удовольствие и от процесса но тут есть один нюанс если в туторе автор юзает обработку или синт которого у тебя нет то у тебя появится жгучее желание срочно бросить все и пойти на рута чтобы установить все недостающие плагины эту тягу необходимо преодолеть потому что тобой снова пытается завладеть че прокрастинация они ее потому что иначе ты потратишь целый день и снова получишь ноль и результат и для большинства перебив хватит xpn до портала халф тайма и вы халы какой-нибудь или по фильтрам я не говорю что нужно пользоваться только этим и в стэшный минимализм это единственный способ существовать нет 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 я говорю только о том что нельзя прерываться когда ты пишешь на то чтобы установить плагины вот дописал вывел и пошел за покупками покупками а до этого пользуюсь тем что у тебя уже есть лично для меня это на сто процентов рабочая старота я даже сказал единственно рабочие потому что и реально стоит отвлечься и все пу поехал сначала зашел на один сайтик потом а почитаю все еще обзорчик посмотрю а вот библа интересно и все и потом ты уже очнулся когда два часа смотришь стрим по танкам такой где я был все это время например вот когда туториал по трэп-солу там он использует какой-то электропиано аккорда тоже возьмем под чистую типа такого только я уверен что за кадром он кинулся какой-то хору сделаем такую же фигню как у него наверное не самый подходящий туториал для перебивания потому что за кадром он написал мелодию развернул ее но как будто общей идеей его уловил основная мелодия и реверснутая мелодия какой-то немножко странненький хай-хет реверснутый рим обычный рим удобнее скачать туториал закинуть его и фил делать прям по нему даже басец тут он рекламирует какой-то сервис с вокалами а я гордый пользователь сплайса форманта ревер и фильтр я бы продолжил на видос не про этот бит в том что демка по вам прикольно получается и снова напоминаю что сейчас я работаю над новым обучающим проектом который будет больше чем все что я делал до этого и он не будет просто видеокурс потому что он будет гораздо интерактивнее и закроет все вопросы и проблемы как начинающих так и более продвинутых битмейкер а узнать все актуальные подробности по этому проекту ты сможешь в моем telegram боте по ссылке в описании и там же ты сможешь получить проекты битов из двух предыдущих видео так что переходи по ссылке в описании и нажимай начать а мы продолжаем разбираться с мотивацией третий способ это что-то из серии ментал хаков а именно представить что тебе заказали бит конечно сразу хочется обновить баланс и увидеть там предоплату но за этот заказ ты получишь нечто гораздо более ценное чем деньги мотивацию к битмейкингу ты серьезно но если к тебе реальный заказчик с такой оплаты обращается то смело шли он суть в том что когда ты садишься писать бит у тебя может не быть четкого представления о том что получится в итоге иногда это окно бывает такой что референс и более менее четкое тези необходимы особенно когда ты буквально тильтуешь от того чтобы ты не складываются иногда ведь реально ничего не пишется из за того что я чё-то хочу а сам чё хочу не знаю и поэтому не пишу ничего напиши в комментариях если у тебя такое было но если ты возьмешь референс и сам для себя сформулируешь более или менее четко это за а затем разберешь этот риф на детальке из подобных элементов соберешь что-то похожее по звучанию то это опять же подкинет тебе капельку дофамина я сам так делаю когда не знаю чего начать выбираю референс и анализирую его как будто это заказ например вот этот замечательный трек первым делом убираем 0 секунду определяем темп как вот это это дроп ставим его на девятку или просто детектив автомат экстрактим из него стены слушаем вступление тут играет какой-то пэт с даком то есть сайчейном типа шей про бокс или кикстарта основной части типа какая-то мелодия на фортепиано или на гитаре и тот же самый пэт басок это 808 драмка простая и начинаем просто перебивать по отдельным элементам первым делом нужно определить прогрессию аккордов это можно сделать с помощью wave candy еще если не охота париться то можно просто послушать бас партию как правило басовые нотки это и есть нотки аккордов то есть у нас сначала а шарп минор потом какой-то то есть а шарп минор ф и это любимая прогрессия аккордов макана это 4 и затем один в тональности фа минор а когда мы знаем прогрессию дело за малым перебить ударный перебить басок дописать еще один инструмент сделать структурой в общем готова звучит довольно просто и чем чаще ты это делаешь тем быстрее и лучше ты будешь это делать третий способ тоже звучит довольно просто это просто что-то делать каждый день я вообще не могу уснуть пока не сделаю хоть какую-то крупицу для своего проекта каждый день вот это может быть что угодно да выглядят так как будто я снова предлагаю тебе плодить демки но это не так я предлагаю тебе каждый день минут за 40 за 50 до того как ты выключишь компьютер открыть фл и создать какую-то идею бита звучит как-то слишком пафосно по факту это просто дополнение к первым трем шага то есть либо ты находишь какой-то type либо ты находишь какой-то тудор либо сам у себя заказываешь бит тут самое главное не останавливаться на теории типа вот этот тудор я выбрал и когда-нибудь завтра обязательно по нему чё-нибудь напишу мы оба знаем завтра ты этого не сделаешь так что тебе нужно выбрать что делать и буквально начать это делать случае с тудором это может быть повторение 3 или половина видоса случае с заказом это может быть полный анализ рефа его создание прогрессии аккордов и основного инструмента короче это не должен быть сложный шаг но это должен быть шаг у которого будет конкретный результат который можно послушать который можно сохранить и которому легко и удобно будет возвращаться потому что если ты откроешь десяток своих дамы кто как минимум у пяти из них не будет какой-то идеи вокруг которой можно построить битта у остальных пяти ты эту идею просто не вспомнишь пиши в комментах если у тебя именно так ну а на втором этапе этого шага да у него есть второй этап тебе нужно будет на следующий день открытия фл q и продолжить эту идею до финала так что твоя задача эту идею написать и сохранить ее так чтобы было понятно что это вообще такое то есть написать название что это тайп перебивка тутр или что-то еще указать темп указать тональность название и самое лучшее придумать название для этого проекта и тогда тебе самому будет легче на следующий день к этому проекту вернуться и потратить на него еще часик потому что ты сам для себя уже поднял его значимость когда так запарился с тем чтобы тебе удобно и легко было его продолжить лично я всегда так делаю бывает конечно никогда мне вообще ничего не охота и никаких музыкальных идея не создают но если эту идею создал то есть если я ее сохранил придумали название то я точно ее добью так что если тебе совсем не охота начинать то может и не открывать фл q и не пытаться давите себя какую-то муть или все-таки стоит попробовать может быть а может и нет а может пошли ходим пятому шагу он тоже звучит очень просто ты не обязан начинать с нуля буквально пара примеров запада до юга встал к славе умею петь и спою как последний раз у костра самый старший отряд это все сплайс нет никакого true в том чтобы давить из себя мелодии когда они не идут ты можешь использовать луперман сплайс или аркейд как смазку начать с них а дальше бит практически сам себя на просто проявить капельку креатива то есть напиши что-то поверх лупа и переаранжеру его или пропиши ударные которые подчеркнут грув этого лу то есть просто сделай так чтобы этот луп звучал с твоим битом лучше чем без него и этого на сто процентов будет достаточно ну и бонусный шестой шаг который же за жезулечка вообще я думаю для всех битмейкеров нужно уметь во время останавливать если ты сидишь в проекте и жмешь f11 не видишь там время которое типа 16 часов обид еще не готов потому что вот еще плагинчик сюда повешу а вот тут пересведу а вот тут поищу другой звук а вот то а вот это не стоит ничего нового пробовать просто пора остановиться если мы говорим о среднем бете то после трех часов работы особенно если они идут подряд и уже ничего хорошего не на своде решение этой проблемы которые я применяю для себя это возможно удалить те обработки которые ты делал последними потому что скорее всего они уже не очень потом сбалансировать все так чтобы все звуки именно на слух они по уровню были на одной громкости собрать какую-то максимально простую структуру и вывести его эти действия максимально технические творчество в них искать не надо твоя задача просто доделать бит вывести его и оставить до завтра свежую голову его послушать и если с ним совсем что-то не так чуть-чуть подправить но ни в коем случае не заболеваться в пересведение этого проекта с нуля нужно просто его выложить и двигаться дальше наша задача не плодить демки а готовый бит даже если он не очень это всегда лучше чем еще одна демка которая возможно будет манить тебя вернуться к и потратить еще часов пять на то чтобы возможность сделать ее чуть чуть лучше и наконец-то довести до идеала просто в нем ли вот этой мудрости ну и фишка что я обещал в начале которая на сто процентов запустят твой креатив но лично мне она всегда помогает если из того что я говорил выше мне ничего не помогло если я по-прежнему не знаю чего я хочу я просто в сплайсе выбираю в инструментах что-то типа гитары или фортепиано вот здесь вот в лупах ставлю рандомные лупы и на 1 или на 2 странице точно найдется луп который меня зацепит и с которым я сам захочу сделать бит например вот этот биток так и был написан я сначала зацепился на луп на фортепиано потом дописал все остальное а ты ставь лайк этому видосу если он тебе понравился я обязательно напиши в комментариях что лично ты делаешь чтобы побороть прокрастинацию тильт если тебе понравился или не понравился один из предложенных но и шагов то обязательно напиши в комментах какой именно и почему мне будет очень интересно почитать вновь напоминаю своем грядущем большом обучающем проекте подробнее о котором ты сможешь узнать в боте в моем телеграм-боте по ссылке в описании обязательно подпишись на канал если ты этого еще не сделал и на этом у меня уже точно все с вами был стас гарф прод пока до встречи в следующем видео